Чувашия приняла участие во всероссийской акции «Ночь в архиве». Государственные и муниципальные хранилища документов республики распахнули свои двери для всех желающих. Прикоснулась к страницам истории и наша съемочная группа. Прогуляться по улицам старых Чебоксар, найти собственную музу и узнать больше о временах Великой Отечественной войны. Все это стало возможным благодаря акции «Ночь в архиве», которая прошла в Чувашии впервые. В Чебоксарах свои тематические программы подготовили три государственных архива Чувашия. Исторический, архив современной истории, архив электронной и кинодокументации. В последнем основной темой стало 70-летие Победы. В фондах архива собрана уникальная коллекция военных фильмов, фото и аудиодокументов того времени. Интерес к ним очень высок. В последнее время все рекорды популярности бьет интернет-ресурс «Подвиг народа», где можно узнать о боевом пути и наградах участников Великой Отечественной войны. Анастасия Маркова узнала информацию про своего деда. «Оказывается, мой дедушка был награжден медалью за отвагу. Я, к сожалению, этого не знала. И в военном билете это тоже не указано. Потому что, по рассказу моего отца, дедушка был в плену последние два года войны. В годном листе указано, что на счету дедушки 11 убитых немцев, и он награжден медалью за отвагу. Это очень важно. Ну и в архивах Чувашии сосредоточены не менее интересные документы. Метрические книги, решения о раскулачивании и реабилитации незаконно репрессированных. О награждении и назначении на пост. Эти и другие сведения так важны при составлении родословной. Много информации можно почерпнуть из фондов органов власти, предприятий, общественных организаций и, разумеется, личных фондов. Коллекции подлинных документов, автографов Константина Иванова, экскурсии по хранилищам, квесты «Гра лучший архивист» – такая программа ждала посетителей двух других госархивов. Мы допоздна, конечно, желающие, мы насчитывали где-то группы три, формировали группы три, а сейчас уже народ идет, уже более пяти групп уже прошли наши, ознакомились с нашей деятельностью. Надеемся, если народ будет идти, конечно, и до утра можем работать. Как отмечают архивисты, проведение таких акций дает возможность не только познакомить жителей республики с интересными историческими источниками, но и привлечь внимание граждан к вопросам сохранности документов и пополнения фондов. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Татьяна Раевская, Андрей Шоклев.